Привет всем! Сегодня необычная тема, как отделаться от бывшего, либо от назойливого поклонника. Давайте посмотрим на картах Таро. Меня зовут Таро Ведьма. Я гадаю на любые темы. Жми лайк этому видео. Загадай назойливого поклонника, либо твоего бывшего, который от тебя отцепиться не может. И мы посмотрим, как от него девочки отделаться. Первый вариант. И второй вариант. Как от него девочки отцепиться. Или чтобы он отцепился. Посмотрим, что же нужно сделать. Что нужно сделать, чтобы от него отцепиться. Вот такая вот тема необычная для моей страницы. Давайте посмотрим. Первый и второй вариант. Загадывайте, девочки, вариант. Я подожду. Загадайте человека, который вам мозолит глаза. И мы поехали с единичек. Как отцепиться от этого человека? Да, картина маслом. Вы его явно привлекаете, этого человека. Он может даже, знаете, не афишировать, а, знаете, по-тихому, по-тихому вас преследовать. Здесь вышел мужчина, король мечей. Я бы не сказала, что для него это какие-то серьёзные отношения. Но он явно преследует цель вот таких вот отношений. Интимных. Вы его возбуждаете, как женщина. А как от него отцепиться? Во-первых, не обращать внимания на его поведение. Потому что по аркану дурака он и не придаёт значения вообще вашим отношениям. Он просто хочет, я бы сказала, взять своё. И по аркану дурака его поступки порой могут быть весьма глупые в вашу сторону. Здесь нужно полный игнор включить, если вы хотите отцепиться от этого человека. Потому что по аркану дурака просто не придавать значения, не обращать на него вообще абсолютно никакого внимания. Потому что выходки его порой могут быть не совсем адекватные по аркану дурака. Давайте по второму варианту. Что нужно сделать, чтобы от него отцепиться? А вот здесь очень такой склочный человек по пятёрке мечей. Может быть конфликтный, может быть, знаете, такая язва. Мужчина показывает здесь язык, но по-тихому может вставить кинжал в спину. Как от него отцепиться, девочки? А вот здесь так просто не получится отцепиться, потому что здесь прям он будет выводить вас на конфликт. Давайте посмотрим, что ещё карты скажут. О, какая прелесть! Аркан мага, он очень хитрый, он очень проницательный. У него всегда какие-то хитроумные планы в голове. Посмотрите, у мага здесь четыре руки. Двумя руками тут, двумя руками под плащом. Поэтому с этим человеком нужно хитростью бороться. Понимаете? Здесь не получится отцепиться просто конфликтом. Здесь нужно его обхитрить, чтобы от него отцепиться. Давайте ещё уточним. По аркану башни, я бы сказала, он отцепится и достаточно резко. Но здесь, возможно, будет между вами некий конфликт. Если у кого-то девочки это бывший, да, он любитель потрепать нервы, он любитель повыносить мозг. И человек, если честно, по этим картам неприятный. Неприятный. Мозготрах. Больше его никак не назвать. Но тут нужно его методами хитростью брать, наглостью брать. И, конечно же, ему не понравится такое отношение к нему. И он может ретироваться. Желаю вам всего доброго.